Боже, будь милостью ко мне грешному, создав имя Господи, помилуй меня. Боже, будь милостью ко мне грешному, помилуй меня. Боже, будь милостью ко мне грешному, помилуй меня. Боже, будь милостью ко мне грешному, создав имя Господи, помилуй меня. Бесчислав, если грешил Господи, прости меня грешному и помилуй. За молитвы святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешную, яка не корише благое сотвори пред Тобою. Но избави меня от лукавой, да будет у меня воля Твоя. Да неосужденно отверзу, стамы недостойно. Я восхвалю имя Твое, Святое Отца и Сына и Святаго Духа. Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешитель души истины, и живи везде с их, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселись, овны, и очисти меня от всяких скверных. И спаси, блажь, души наши, Святые Божии, Святые Крепкие, Святые Бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, Святые Крепкие, Святые Бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, Святые Крепкие, Святые Бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и сыри немощи наше. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже есть и на небесе, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земли. Хлеб наш насущный, дашь нам днись, и остави нам долги наши, якожи и мы оставляем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лука вагом. Ибо Твое есть Царство, Сила и Слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадаемте блажа, ангельскую песню пьемте сильной. Свят, 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 если Божия, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодрая сна, воздвигаемся, Господи, ум и просвети сердце, уснемая, отверзивая, ежепетите, Святая Троица. Свят, 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 если Божий, Богородицу и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно Судья приидет, и к его же деяниям обнажаться, но страхом зовем полунощи. Свят, 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 если Божия, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица. Ко мне, героя Твоя благость и благотерпение, не прогневался на меня ленивый и грешник, убил меня со беззакониями моими. Но человеколюбство, если обычное вещание лежащего возникме, если, во ежиутринте, словословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные. Отверзи мои уста, поущайте со словесем Твоим. И разумете заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание сердечным, и воспевате всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков, аминь. Придите поклонимся Цареве нашему Богу, придите поклонимся Христу Цареве Богу нашему, придите поклонимся и преподем к самому Господу Иисусу Христу Цареве и Богу нашему. Сто сороковой псалом Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, внемни голос умоления моего, когда взываю к Тебе, да направится молитва моя, как фимиям, при лицо Твое, воздействие рук моих, как жертву вечерней. Положи, Господи, в охрану устам моим, и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения делу греховных, вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушуй от сластей их. Пусть наказывает меня праведник, это милость, пусть обличает меня, это лучший лей, который не повредит голове моей, но мольбы мои против злодействий их. Вожди их рассыпались по утесам и слышат слова мои, что они кротки, как будто землю рассекают и дробят нас, сыплются кости наши в челюсти преисподней. Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей. Сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников. Падут нечтивы в сети свои, а я перейду. Голосом моим Господу возвал я, голосом моим Господу помолился. Излил перед ним моление мое, печаль мою открыл ему. Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежище, никто не заботится о душе моей. Я возвал к Тебе, Господи, и я сказал. Ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Внимли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние. Господи, услышь молитву мою. Внимли моление моему поистине Твоей. Услышь меня по правде Твоей, и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается перед Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, а не мило во мне сердце мое. Вспоминай дни древние, размышляя о всех делах Твоих, рассуждая о делах рук Твоих. Простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящему могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо на Тебя уповаю. Укажи мне, Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей, выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих. И погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, ины и пресной, вовите веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостив Бог мой, и Господь Иисус Христос, по Своему многу любви сошел на землю и воплотився, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоею, молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то ты не будешь благодатью и даром, но более делом. Ей многие щедроток и неизлечены в милости, ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерти во веки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел да обмениться мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дел оправдывающих меня. Но это вера, да будет проливший всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да явит причастником славы Твоей вечной, и да не похитит меня сатана и не похвалится. Слово, что оторг меня от Твоих руки оградой, но или хочу спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, очарил Матери моей. Сподобие меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил я когда-то свой тайный грех, и чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился сатане плечающему. Особенно же, потружусь для Тебя, Господа и Богом Иисуса Христа, во все дни жизни, ныне и всегда, в веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставь на хранить мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержание мое. Не дай возможности злому демону починить меня себе при владании этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я скорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем-то грешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не принимать Бога никаким грехом. И молись за меня, Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и сделал меня рабом, достойно своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, своими святыми всесильными молитвами, Отгони от меня смиренного и несчастного раба Твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения. Вдалися скверные, лукавые и хульные помыслы из закаянного моего сердца и помраченного ума моего. И погаси плавимый страстей, ибо я убог и несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всех излодеяний. Ибо Тебя благословляют все роды, и причистое имя Твое славится во веки вечное. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатия Владимир, надежда, Ибо мы усердно к вам прибегаем, к скорым помощникам, молитвенникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, обрадана Мария, Господь с Тобою. Благословен ты в женах, и благословен плод чрева Твоего. Яко родила Иси Христа, спаса, избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, щаснагожевотворящего Креста Господня, Не оставила от грешек уповающих на тебя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояния Твое. Победа на сопротивные дары Твое, сохраняя Крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, помила Отца моего духовного, родителей сродника, благодетель митрополита Лариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамина, Тихона, Антония. Священария Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия и Анна, Михаила, Наума, Кирилла, Амросия, Вадима, Зосима, Алипия, Андрея, Максима, Владимира и Глебу не дай погибнуть. Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра Деодора, митрополита Тихона. И весь священник, ческина, ческищин, и высший истинный служитель, миссионер, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И нам дай еще священник, если угодно тебе, Господи. Смири власти воинств твоих, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей. Умудри их издавать добрые законы, дабы дали достойно жить людям, дабы было из чего уделять нуждающимся. И сохрани их от покушения на них, Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена и Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, Господи. И научи нас ценить это мирное время. И приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступищество от тебя. Слава тебе, Господи, за прошедшую тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все таланты, дарованные тобою. И для сего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. И в этот день сохрани нас от всякого рода зла и греха и непосильных искушений. И сохрани и защити жилища наши и селения от пожара, от воров, от нечистой силы и живущих там Андрея, Игоря, 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 Серапиму, а братья и Владимира, морящую Людмилу, любовь на слове. Алексея, Иосифа, пришли добрые жители и с детьми, любящими и знающими уставы закон твой. И сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадоев, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алиптину, всех побуди на проповедь благовестия. Спаси и помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Рахиль, Едру, Русика и дару истинную веру Самире, Тимуру, Дабы не верили лже-пророкам и книгам их. Спаси и помилуй Сергея, Сергея, Александра, Александра, Екатерину, Екатерину, Галину, Возри на угрозы врагов, На все пакости, какие они творят и лгут. Закрой их лживые уста, примири их с нами, И в судный день не помяни их безумия. Благослови благодетели наших, Воздаем добром всей жизни и в будущем, Елену, Людмилу, Обрати Евгения, Наталью, Надежду, Юрия, Эдуарду, И найди отступников, Господи, Верни их на путь спасения. Михаила, Николая, Александра, Юрию, Благослови Максима. Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря и потерянного Александра, найди, Господи, если угодно тебе, этого блуждающего Алексея, не дай ему погибнуть, выведи его из этого страшного обмана. Господи, благослови путешествующих, Раису, Льва и Виктора, возврати их на место свое, и найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Илею, Марину, Татьяну, и Романа, и Збавь от духа лжи, благослови Виталия, Никитин, дай им желание трудиться в поте лица, прославляя тебя. Посети болящих, дай силу перенести страдания, и пошли мы в исцеление. Илариона, Кирилла, Алексея, Игоря, Надежду, Алексину, Людмилу, Нину, Татьяну, Татьяну, Валентину, Валентину, Марию, Александру. Благодарю тебя, Господи, за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни, ибо по твоему благоволению все это может оказаться на пользу. Слава тебе! Упокою, Господи, в обителях небесных усопших, отец и братьев наших, и же с верой и надеждой на воскресенье, жизнь вечную, отошедшая от жизни сей. Ибо нет человека, который живя на земле не согрешил бы. Прости им всякое согрешение, вольное и невольное, и душам нашим полезное сотвори. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава тебе, наш Бог Иегова, Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, Аллилуйя. Слава Вышних Богу, на земле мир, человека, благотворение. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Того и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и на каноны церкви, как на истину. Аллилуйя. И воздай в вечности всем, трудившиеся над возрастанием моей души, Марию, Степана, Александра, Михаила и Анну. Благослови их в вечности. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Господи, воздай добром всем, помогавшим нам в путешествии. Благослови Виктора, Николая, Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Сергея, Людмилу Надежду. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Благодарю Тебя, мой добрый ангел, сколько лет Ты хранил и защищал меня, Спасая от видимых и невидимых опасностей, и только в вечности все это откроется. Прошу Тебя, мой ангел, не покинешь смертный час, когда душа будет разлучать свое тело, И проведи душу мою по мытарствам, и введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, претеща Христова, моли Бога о нас. Но учи нас с житию бедности, имея пропитание и одежды, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать за все благодарящее Бога, и быть во всем экономным. Святитель Христов Никола, моли Бога о нас, укрепи нас, Господи, дабы не страшиться ни царей, ни начальствующих, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Гездра, Нигеме, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Изеки, Иль, Осия и Аиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отрок и пророк, Михея, Авраам и Саакий, Иаков, да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода твоего наше отшествие не застал нас не готовыми, но чтобы вышли на встречу тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами полумелее добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Сохрани, Господи, и наши труды от недобрых людей и зверей и живностью для прославления тебя. Молите Бога на святые ангелы, архангелы, хирургимы, серафимы, все небесные силы престолу Божию предстоящим, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн, да дарят Господь нам жажду исследовать священное писание, ибо через них мы думаем о жизни вечную, а они свидетельствуют о тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас. Святые мученики, мученицы, Геннадий Болгоносец, Поликапс, Минский Устинь, Пилософ, Космай, Дамиан, Андрей, Стротилат и Иерон, Муфини, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедминский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя Антихриста. Анфиму, Вениамину, дай веру, устрашив родителей такое ложное воспитание. Господи, посети всех, гони мы за имя Твое, пытаемых, потерявших свободу и плененных. Помоги им выдержать все мучения от нечестивых, от приверженцев чуждой религии. Прими их в Царство Тое Небесное, отверзи им врата рая. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы. Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний Макарий, Антоний Феодосий, Корнилий Ио, Сергий Радониско, Степан Пермский, Серапим Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий Алтайский и Филарет. И все переводчики, Писания, молите Бога о нас. Да сохранит нас Господь в святой православной вере. А замысль эритиков, Господи, разрушь, развей и в ничто преврати, и памяти о них не оставь. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла первомущенница, Фатина Самарянина Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь Софии Наталья Адриана, Варвара Екатерина Перепетовна, Татьяна Ирина, Ольга, Ирина, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила и Акила, Андроник и Юния, Киприяна и Устина. Да дарует Господь женам и девам послушание, молчание, целомудрие и стыдливость. И сохрани их от всяческого поругания и найди новое душе, любящее Тебя. Исправь непокоривость Галины, семейства её, Евгения, Надежды, Людмилы и Анны. И прими нашу молитву, Господи, воздяни рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле, Божий всемогущий, Всевышний Создатель наш, прими и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный, ради голговских страданий и пролитой крови за нас, Сына Твоего Единородного Господа и Бога нашего Иисуса Христа. Прими нашу молитву и исполни ее, о всех заповедавших нам, молиться о них, спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит трап твой. Трап твой. Аминь. Доброе утро всем. Аминь. Доброе утро. Аминь. Доброе утро. Аминь. Доброе утро. Доброе утро. Аминь. Так, я выпускаю кошечку. Ой, ой, ой. Ой, да не вылазится, ой. Чего сидишь там, вылазишь? Попрятаешь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Коммунизм», том 29, вопрос 4011. «Если анафема патриарха Тихона на тогдашних врагов не отменена, то тогда с патриаршами иметь дела даже крайне опасно. А при чем они, если поступают правильно?» Отвечает Игнатий Тихонович Хладкин. Я стараюсь не заглядывать на невидимую сторону, рассуждать о благодатности. Но судя по сегодняшним делам, как летуют попы против евангельской проповеди и евангельской веры, как беззастенчиво умышленно лгут с кафедры против истины, то очень уж похоже на то, что дом тот пуст. Но не может же дьявол быть святым только за то, что сверху противление истине наденет священнические одежды? Мне не нужно даже спрашивать, когда приезжаю в районный центр, в иное село или даже в город, если где поблизости не открыт храм под хриархией, то люди с удовольствием слушают благую весть, желают встретиться. Но если там есть или был поп, то он протравил все до центра, и люди ничего не желают слышать, евангелие не берут в руки, не слушают весть о Христе. Это лето 2008 года я много ездил по районам Алтайского края, и везде одна и та же картина. Где был поп, там как будто выпарились драконы из змеиных яиц, злоба против святой Библии, против истины. Но если там встретишь тех, кто в храм не ходит, то можно свободно беседовать, берут подарок, Новый Завет. К попам, как к ветхозаветным жидам, вполне относятся слова Спасителя нашего. Матфея 23.32 «Дополняйте же меру отцов ваших». Цитата. В 1927 году временный заместитель патриаршего местополюстителя митрополит Нижегородский Сергий Строгородский, самочинно превысив свои полномочия от имени всей полноты русской церкви, издал печально известную декларацию о единстве церковных интересов с интересами богоборческого государства, оставленную им в соответствии с требованиями советской власти. Наиболее авторитетная часть русского епископата, как в самой России, так и за границей, принципиально не могла согласиться с новой антицерковной политикой митрополита Сергия, что привело к новому расколу в русской православной церкви. То есть православные архиереи, которые словом или делом опротестовали беззаконные действия митрополита Сергия, скоро оказались в страшных застенках ГПУ, были замучены в тюрьмах и лагерях, медленно умирали в ссылках. Эти новые исповедники и мученики осудили митрополита Сергия, как раскольника, еретика и богоотступника, лишив его, цитата, права предстоятельства русской церкви. Святитель, новомученик, епископ Алексий Воронежский. Однако митрополит Сергий Строгородский не внял призывом святых новомучеников и исповедников российских и при содействии ГПУ НКВД создал собственный раскол, получивший по имени его родоначальника имя Сергий Анский. В этом расколе в 1943 году по личному распоряжению Сталина, преобразованном в московскую патриархию, постепенно утвердилось и новое лжеучение, также получившее наименование сергианство. Характеризует духовную сущность этого нового лжеучения, то есть сергианство, выдающийся иерарх РПЦЗ, архиепископ Виталий Максименко писал, что, цитата, «это не личный грех того или иного иерарха, а коренной грех московской патриархии, утвержденный, провозглашенный, связанный присягой пред всем светом, так сказать, догматизированный апостасис». По сути, сергианство – грех, связавший всех без исключения от членов Советской Церкви, связавший их уже в силу одной только органической принадлежности к ней, имеющей в качестве своего закладного камня не Христа истину, а ложь и отца лжи, в присягу на верность, которому принесли авторы декларации 1927 года. С тех пор каждый новый, в кавычках, патриарх Советской Церкви, каждый иерарх и священник, а в их лице и все, так называемые, верные чада московской патриархии, как признающие над собою духовную власть этих, в кавычках, патриархов, обязывались быть верными исполнителями сей страшной присяги, обогренной кровью святых новомучеников и исповедников российских. Поэтому все, высказанное святыми новомучениками и исповедниками относительно личности и деяний духовного основателя Советской Церкви митрополита Сергия, приложимо и к ней в самом целом, поскольку горькие плоды сергиевской декларации до сих пор этой церковью износятся. Высшие руководители патриархии последний раз о своей верности декларации 1927 года официально заявили на архиерейском соборе 1990 года под председательством патриарха Алексия II в Свято-Даниловом монастыре. В воззвании собора к архипастырем, пастырем и всем верным членам РПЦМП говорилось Цитата Со всей определенностью мы обязаны подчеркнуть, что декларация 1027 года не содержит ничего такого, что было бы противно Слову Божию, содержало бы ересь Чего не так? 1927 года Мне показалось, что сказал 1027 года Он просчитал 1927 Чифру 20 выбросил Угу Сейчас перечитаю Зажали ерунг Клещи перед стороной Ну, ну, 27, ну, 5 Я не могу Такое Это же отсюда Сейчас помечу время себе где потом Тротактирую Ну, все, вышибли его Со всей определенностью мы обязаны подчеркнуть, что декларация 1027 года не содержит ничего такого, что было бы противно Слову Сергей, остановись Вот до этого ты считал 1907 А сейчас 900 выбросил 1027 Что с тобой? Ну, цифры же Ну, вообще, считай цифры Ужас Ужас какой-то Господи Иисусе Христе Семьи Боже Поверь мне, Гриша Со всей определенностью мы обязаны подчеркнуть, что декларация 1927 года не содержит ничего такого, что было бы противно Слову Божию содержала бы ересь и таким образом давала бы повод к отходу от принявшего ее органа церковного управления Таким образом, Собор Иерархов Московской Патриархии еще раз осудил святых новомучеников и исповедников российских Еще раз отрекся от их мученического и исповеднического подвига Отрекся даже тогда, когда, казалось бы, впервые за 70 лет большевистского ига стало возможным свободно исповедовать истину Что же на самом деле в своей декларации провозглашал митрополит Сергий Строгородский и его Синод Ключевыми словами документа по общему признанию являлось следующее выражение Цитата Мы хотим быть православными и в то же время признавать Советский Союз нашей гражданской Родиной радости и успехи которой наши радости и успехи а неудачи наши неудачи Под словом Родина митрополит Сергий подразумевал отнюдь не Россию как нам постоянно пытаются внушить сергианские апологеты а СССР богоборческое государство Это доказывается общим контекстом декларации в которой между прочим говорилось Цитата Мы церковные деятели не с врагами нашего советского государства а с нашим народом и нашим правительством И далее Всякий удар направленный в союз Будь то война бойкот какое-нибудь общественное бедствие или просто убийство из-за угла подобное Варшавскому сознается нами как удар направленный в нас Конец цитаты Этим последним митрополит Сергий и его сподвижники уже полностью отождествляли себя с большевиками богоборцами поставив между собой и ими по сути дела знак равенства ибо под понятие бойкот легко подводится непризнание святыми новомучениками и исповедниками легализованной советами в кавычках церкви а под цитата убийством из-за угла подобным Варшавскому подразумевается казнь советского посла еврея Пинхуса Вайнера Войкова одного из главных палачей царской семьи совершенная в июне 1927 года в Варшаве на вокзале русским гимназистом Борисом Каверды таким образом вся московская патриархия в лице митрополита Сергия декларировала свое полное единство с убийцами святых новомучеников и исповедников российских и палачами царской семьи декларировала цитата не на словах а на деле как выразился сам митрополит Сергий оказав советской власти деятельную услугу в ликвидации православных епископов как контрреволюционеров и цитата политических преступников при этом необходимо подчеркнуть что высшее руководство московской патриархии никогда не отрекалось от декларации 1927 года никогда не приносило покаяние за соучастие в пролитии крови мучеников а значит все написанное в ней все еще остается в силе поэтому никакие лицемерные покаяния этих руководителей в грехе цареубийства никакие церковные мероприятия по прославлению новых мучеников и исповедников не уменьшат их ответственности доколе не будет общесоборного от лица всей московской патриархии осуждения декларации 1927 года признание этого акта целиком и полностью как преступного и предательского и покаяние засодеянное митрополитом сергием и иже с ним иерархами беззакония а пока все деятели московской патриархии уподобляются древним книжникам и фарисеям которых обличал господь горе вам книжники и фарисеи лицемеры что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников и говорите если бы мы были во дни отцов наших то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков таким образом вы сами против себя свидетельствуете что вы сыновья тех которые избили пророков дополняете же меру отцов ваших змии порождение хиднины как убежите вы от осуждения в гиену евангелие от мотфея 23 29 святые новомученики и исповедники и современные высшие деятели и верные чада московской лжепатриархии две диаметрально противоположные единицы церковь мучеников и церковь мучителей церковь распинаемых и церковь распинателей советская и катакомбная церкви несовместимы говорил святой новомученик епископ максим серпуховский выдающийся иерарх рпцз архиепископ вашингтонский и флоридский никон рклицкий своей известной речи о патриархе Тихоне прочитанной в синодальном зале в Нью-Йорке 24 по старому по новому 6 24 марта по старому стилю а по новому 6 апреля 1975 года приводя текст послания патриарха Тихона об анафематствовании обновленческого раскола и его самочинного ВЦУ говорил цитата мы приводим это послание потому что современная московская патриархия в своих отношениях к советской власти в международных отношениях с богоборческим движением в своем управлении ее представителем безбожной власти и может быть еще кое в чем идет по пути живой церкви владыка никон тогда же сказал цитата очевидно митрополит сергий предполагал что благодать божия который он надеялся проповедовать под покровительством безбожной власти победит коммунизм и в россии установится православный строй жизни однако оказалось что благодать божия требует истины и несовместимо с ложью и обманом что неизбежно при сотрудничестве с коммунистическим правительством и что невозможно одновременно служить богу и мамоне евангелие от матфея 6 24 конец цитаты как пояснял владыка никон московская патриархия является прямой наследницей обновленчества преданного святым патриархом тихоном анафеми при всем этом следует обратить особое внимание на то что анафеме то есть отлучению от церкви были преданы не только обновленческие лидеры но и цитата все имеющие с ними какое-либо общение то есть не только идеологи обновленчества и сергианства их вожди но и и же с ними не только проповедующие экуменическую ересь но и цитата и же имут общение с семи еретики как видно из текстов анафематствований обновленчества и экуменизма но что такое анафема в точном смысле по учению православной церкви святитель феофан затворник так отвечает на этот вопрос смысл анафеме тот что подвергшийся ей извергается из церкви и становясь вне ее не только лишается благодать ее но и подвергается всем безблагодать кое вне ее а сербский канонист епископ Никодим на основании святоотеческого учения говорил что по словам анафема всегда необходимо цитата разуметь окончательное отлучение от церкви последствием которой является вечная гибель сторонники унии РПЦЗ с московской патриархии сегодня пытаются апеллировать тем фактом что последнее прославило в лике святых новомучеников и исповедников многих святых отцов церкви катакомбной отвергших декларацию митрополита Сергия и его синод считая его отступническим однако этим они только усугубляют свой грех а сам факт прославления во святых сих отцов на самом деле изобличает неправедность сергианства и московской патриархии кавычки закрыты первое фессалоникийцам 2.16 которые препятствуют нам говорить язычникам чтобы спаслись и через это всегда наполняют меру грехов своих но приближается на них гнев до конца деяния 17.13 но когда филосоникские иудеи узнали что и в вере проповедано Павлом слово Божие то пришли и туда возбуждая и возмущая народ простейшие казалось бы дела запутаются так что не развяжешь и нанесет к добру песчинок уйму зла сплошных узлах простой клубок из пряжи на выверенный тщательно маршрут скалу и валуны вдруг понаперло жук колорадский саранчой сожрут казалось бы наполненные ведра бог через горе беды и несчастья перекрывает спазмами нам горло и умираем не успев зачаться мечты о лучшем запросто так стерлись уж царь ли не имел всего в достатке и помощи от силовых структур но смазывать пришлось военным пятки прогнозы их смешили даже кур устроенное гнездышко семейное уютно легко трещит и рвется пополам и гробом станет теплая каюта невыносимым самый мудрый план заботиться о подданных не злить на благовестников истратиться нещадно но лжепророков кости из золы не извлекли теперь там кости чада евангелизировать увы не торопились тысячелетия толклись в монастырях канонизировали вовсе уж без скрылых и не прислушались к писаниям а зря все по-другому было бы с Россией путь исторический совсем иным мог стать царя глядишь так быстро б не сместили враг воцарился там где не было Христа все упование на Бога возложивший не одинок ему Христос учитель друг и брат он к переходу смерти сну пожитки успеет вовремя и загодя собрать 17 июля 2008 года Игнатий Лапкин Ого Ну конечно свихотворение тут вообще никогда не меня там не простят мак а и накопку я готов а значительно дать располож в жизнь все вратит еще больше не давать это отказ вот все не давать пока не сидят а там день день злая Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Книга «Открытым оком». Тема «Коммунизм». Том 29. Вопрос. 4016. Столько пишут об экуменизме и о его вредности. Так чего же едут к этим экуменистам епископы патриархийные? Разве они не знают, кто и что там? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Если бы архиереи были самую малость совестливыми и чуточку верующими, да разве бы они могли столько нападок выдержать, когда все уже на десятки раз доказано, как у Перепелкиной Эл. Эти архиереи – суть ярые преступники и злодеи. И ожидать от них благодатности в рассуждениях – это уж мы сами придумываем по неизреченной своей глупости. Цитата. Экуменизм от слова «ойкумена», которое в переводе с греческого означает «вселенная, заселенная людьми». Движение, зародившееся в середине XIX века в недрах протестантизма, выступающее в широком смысле за объединение всех религий, в узком смысле за объединение всех христианских конфессий, основываясь на ложной мысли, что все религии есть разные пути, ведущие к одному Богу. Инициаторами экуменического движения были руководители Англиканской Церкви в Англии и Америке. Они предлагали объединить всех христиан, якобы, цитата, «разъедаемых недугами разделений и взаимного непонимания в, цитата, Единую Вселенскую Церковь». Эти еретические представления о Единой Церкви легли в основу всех позднейших экуменических теорий и организаций. Экуменическое движение имеет масонские корни. Сама идея экуменизма была разработана еще в начале XVIII века в недрах английских масонских лож. До наших дней сохранились откровенные высказывания масонов, конкретные факты и документы, свидетельствующие о масонском происхождении экуменизма. Проблема объединения церквей всегда близко интересовала масонство и являлась идейно близкой ему. Экуменическое движение было частью масонского проекта по мировой глобализации и созданию, цитата, «нового мирового порядка». В наше лукавое время, когда мировое сообщество стало реальностью, понимать истинное положение дел с экуменизмом, как одной из масонских структур, очень полезно. Истинный христианин не должен закрывать глаза на действительные реальные события. В 1948 году был основан так называемый Всемирный Совет Церквей, ВСЦ, членами которого постепенно становились многие религиозные движения. Рима-католики не сразу участвовали в экуменическом движении, посылая лишь только наблюдателей на экуменические конференции. Но вскоре Ватикан вошел во Всемирный Совет Церквей и даже занял в нем почетное место. Потом во Всемирный Совет Церквей стали вступать и некоторые из официальных, поместных, православных церквей, что спровоцировало в них расколы, вина за которые лежит на участниках экуменического движения. 20 век проходит под масонским девизом объединения человечества во всех сферах жизни. Единое мировое правительство, единое экономическое пространство, единое информационное пространство и единая экуменическая церковь, то есть единое духовное пространство. Всемирный Совет Церквей явился организационной структурой создания новой экуменической церкви. Эта новая псевдоцерковь должна по замыслу масонов заменить Церковь Христову и стать влиятельной международной силой, чтобы, стоя на службе у хозяев нового мирового порядка, способствовать на духовном уровне овладению всем миром. Таким образом, экуменизм имеет ярко выраженную антихристианскую сущность. Русская церковь отрицательно отнеслась к экуменическому движению. Виднейшие иерархи и богословы писали и высказывались о неприемлемости экуменизма для истинного православия. Архиепископ Харьковский Антоний Храповицкий опубликовал по этому поводу ряд трактатов в журнале «Вера и разум», за что был объявлен экуменистами ультраконсервативным элементом. Архимандрит Иларион Троицкий, защищая архиепископа Антония об обвинении в излишней строгости, писал «В вопросах веры возможно только одно строгое православие. Здесь может быть только истина или заблуждение, но не может быть более или менее строгой истины». Затем он же писал «Все христианские исповедания не могут принадлежать к единой вселенской христовой церкви, но одной из них есть истинная церковь, а все прочие – внецерковные сообщества». Для меня единственная истинная церковь есть церковь православная. Наследуя святоотеческие традиции поместной русской церкви, наследие ее видных богословов и исповедников, последовательно отвергли экуменизм русская зарубежная и катакомбная церкви. Однако, несмотря на отвержение экуменизма, многие исповедниками истинного православия постепенно, под влиянием мира сего, поместные церкви одна за другой с середины 20-го столетия становились членами экуменического так называемого Всемирного Совета Церквей. ВСЦ. Московская патриархия, поправ святые каноны, стала официальным членом Всемирного Совета Церквей в 1961 году, когда на архиерейском соборе всеми архиереями Московской патриархии было соборно принято соответствующее решение. Это произошло по инициативе генерального секретаря Хрущева и соответствующих отделов ЦК КПСС и КГБ, а также благодаря особым усилиям экумениста и филокатолика в кавычках метрополита ленинградского и новгородского Никодима Ротова, который в то время был главой отдела внешних церковных сношений ОВЦСМП. Ныне этот отдел возглавляет ученик, ставленник и последователь Ротова митрополит Смоленский и калининградский Кирилл Гундяев. В России в советское время пропаганда экуменизма велась на фоне чрезвычайно популярной тогда мнимой борьбы за мир и дружбу между народами. Участие Московской патриархии в экуменическом движении выставлялось как миротворческая миссия и как несение света православия инославным. Под этими звонкими и лживыми лозунгами Московская патриархия и по сей день активно участвует во всех экуменических мероприятиях и сборищах, дерзко попирая святые каноны и вводя в заблуждение свою пасту. Экуменические идеи очень быстро заразили весь епископат и духовенство Московской патриархии. Сегодня, несмотря на возмущение народа и некоторых клириков, епископат и духовенство Московской патриархии продолжают участвовать в ассамблеях ВСЦ и различных экуменических мероприятиях. Пойдя однажды на компромисс со злом, Московская патриархия навеки заключила теснейший союз с отцом лжи и зла дьявола. Плоды этого компромисса ясно видны с самого начала и во все последующие десятилетия. Для русской истинной православной церкви экуменизм – это ересь с большой буквы, вместилище всех ересей и зловерий, настоящий волк в овечьей шкуре. Экуменические собрания есть не что иное, как сборище сатанинское. Первая заповедь Декалога гласит «Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Книга Исход 22.3 «Экуменизм не соответствует идеалам и задачам Церкви Христовой, как их понимает русская истинная православная церковь, а потому всякое участие в экуменическом движении есть попрание святых канонов церкви, прямое участие в построении Церкви Антихриста и смертный грех». Известны три скорбных послания третьего первоиерарха РПСЗ митрополита Филарета Вознесенского, предстоятелям поместных православных церквей, в которых он увещевает предстоятелей свернуть с пагубного пути участие в экуменическом движении. Русская истинная православная церковь допускает общение с иноверными и инославными только с одной целью – просветить и обратить их в истинное православие, не вступая до этого с ними в молитвенное и тем более евхаристическое общение. Согласно святым канонам, молитвенное общение с еретиками есть духовное принятие их ереси и заблуждений. Вступившие в общение с еретиками наравне с ними отлучаются от церкви. По учению святой церкви ересь страшнее и опаснее всякого греха. Грех это болезнь человеческой природы, а ересь это гордыня и упорство воли, сознательное противление истине. Ничто так не лишает благодати и не отлучает от Бога как ересь. Святитель Иоанн Златоуст в первом слове на Пасху говорит «Нам известно, что спасение является уделом только единой церкви, что никто вне соборной церкви и веры не может иметь участие во Христе или спастись. Безбожным еретикам мы не допускаем иметь надежду на спасение, но ставим их совершенно вне этой надежды, так как они не имеют и малейшего общения со Христом, пусть никто да не называет таких христианами и да не имеет никакого общения с ними, ибо это невозможно». Слова из правила Третьего Вселенского Собора Цитата «Вообще повелеваем, чтобы единомудрствующие с православным и Вселенским Собором члены Клира отнюдь никаким образом не были подчинены отступившим или отступающим от православия епископа». Конец цитаты. Даже патриарх Александрийский Николай VI на одном из выступлений в 1972 году заявил «Я осуждаю экуменизм и считаю его не просто ересью, а пан- ересью, вместилищем всех ересей и зловерий. Нам хорошо известны антихристианские силы и закулисно управляющие экуменизмом». Экуменизм направлен против православия. Он представляет сегодня самую большую опасность наряду с неверием нашей эпохи, обожествляющим материальные привязанности и удовольствия. Таким образом, участие в экуменизме есть отпадение от Христа и его церкви. Согласно святым канонам, от епископов экуменистов следует немедленно отлучаться как от еретиков, прерывать с ними евхаристическое общение, в частности на основании 15 правила двукратного Константинопольского собора и вступать в каноническое общение с православными епископами истинно православной церкви, отвергающих сию ересь и исповедующих истинно православию истинно православную эклесиологию. Участники ереси экуменизма автоматически подпадают под анафеми святых канонов и сами себя изберегают из сана и отлучают от церкви. Конец Даниил солдатов доктор богословия город Самара и русская истинная православная церковь. Послание к Ефесянам 5.11.13 И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить, все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Притчи 1.10 Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Путь исторический для нас не панацея, не образ к подражанию и не эталон, а тропота при общем батьке Моисея, когда ему под ножку ставил Ааром. Весь путь Израиля почти от Авраама вилял, петлял, кружил и изгибался, никак не получалось к Егове прямо, хотя плодились не беднее китайцев. Но идолы, кумиры, изделия рук умельцев веками путались под грешными ногами. Горбатый Горбачев или пьянчушка Ельцин толкали перестройками к поганым. Не возразит жидов возразит жидовское отродье всераспинатели пришедшего мессии, что римляне распяли, а не они как вроде, что то язычники коварные сбесились. Но мы-то знаем, этот довод чушь и даже отвратительно собачья. Для вразумления спадет кровавый душ. Кто эту нацию серьезно не оплачет? Плеядой, вереницей, библейские примеры лишь от обратного примера могут стать тому, кто искренне в Евангелие верит, кто не отводит взор от Господа Христа. Путь исторический, ошибки и провалы. Бог заглючил весь мир в непослушание. То вилы лысые, навалом прут ваалы, попы истошно врут, к Христу идти мешают. В стране народ, как сумасшедший заброд, легко идут заложными вождями. То стенька с эмельяном, то грозный подопрет гулаговской голгофи всех подтянет. Христос есть путь, прочерченный Иисусом, он бесконечен, скрылся в небесах, он свет ярчайший, не бывает тусклым, путь мира взвешен на его весах. 31 мая 2008 года Игнатий Лапкин Игнатий Голос Игнатий Лапкин Игнатия Игнатий Игнатий Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Коммунизм». Том 29. Вопрос 4024. Когда началась революция в России, почему из священства не восстал ни один прозорливец или пророк и не сказал, что будет и за что такая кара? И как извлечь для души пользу из этой катастрофы? Почему эта буря не породила кормчиво, а нашлись только соглашатели с пиратами? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Не совсем так. Были и ревностные, и мужественные. Но пророков, похоже, уже побили раньше. Они видели причины беды и бури только потому, что поражены были тысячелетним сном, литургическо-литургическим. Слово Божие не достигло сердец, и корабль сел на скалы. Цитата. Со стороны кормчиво и распорядителей корабля. Со стороны кормчиво и распорядителей корабля. Постоянная вдумчивость, осторожность, находчивость и терпение. Нужно постоянно все предвидеть и заранее принять меры против грозящей опасности. Но кто может поручиться за море? Сегодня мирное. Завтра оно грозно вздымает свои пенящиеся волны. По виду гладкое и спокойное, предательски привлекательное. Оно под обманчивую зеркальную гладью может таить подводные камни и мели. И кормчий может устать, и корабельчики могут изнемочь, заснуть, ослабеть. Они, наконец, по человеческой немощи не все могут предусмотреть, не со всякой бедой справиться. Одна надежда окрыляет путников. Впереди тихая пристань. Не век продолжится плавание. Придет время, и они выйдут на твердую землю к безопасному существованию. И жизнь море. По этому житейскому морю плывет корабль, человеческая жизнь и среди множества всяких опасностей. Мы все путники. Знаем мы эти опасности житейского плавания, горести, скорби, лишения всякого рода, соблазны, болезни, напасти ближних, уныния, слабости, падения. Все это горьким опытом изведано каждым из нас. И у нас, если мы не безбожны, надежда одна. Впереди по скончании жизни чаем и мы тихой вечной пристани, вечной жизни в Боге и с Богом. Но бывают времена, когда эти бури захватывают море на огромном пространстве. К бури на море присоединяется землетрясение. Вся водная стихия, когда заколеблется, тогда замутится. Вся водная стихия, тогда заколеблется. Тогда возмутится, поколеблется в самых своих основах. Тогда замутится, поколеблется и так далее. Простите. К бури на море присоединяется землетрясение. Вся водная стихия, тогда заколеблется. Тогда замутится, поколеблется в самых своих основах. Тогда все изменяет свое место. Тогда нигде не видно спокойного уголка. Власть над кораблем потеряна. Уныние и растерянность охватывают кормчиво и корабельщиков. И, кажется, несет наш корабль по воле бури и волн мимо пристаней, на камни, на мель, на прибрежные скалы. Гибель его близится с каждой минутой. Все это приходит невольно на мысль прислушаний и нынешнего воскресного дня. Оно повествует о великом чуде Господа Иисуса, об укращении им бури на море Галилейском. Апостолы плыли одни без Иисуса Христа. Была буря, грозила всем неминуемая гибель. Но вот, сам Господь пришел к ним по водам, вошел в корабль, и буря утихла. Вспоминается другая, подобная же евангельская картина. Опять в корабле плыли апостолы и Христос с ними. Уже корабль погибал, уже потеряли всякую надежду спасения, Уже испробованы силой человеческого опыта и умения. Эти силы, этот опыт, Хотя апостолы и рыбаки всю жизнь провели на море, Оказались слабыми и ничтожными Перед страшным противным ветром И не спасали от гибели. А Спаситель, в это время показуя человеческое, Мирно почивал на корме корабля, Мирно почивал сном святости, Труда и усталости после целодневного подвига учительства. К нему и обратились ученики, Обуреваемые в море. И он восстал спокойный, Величавый и исполненный Невидимой божественной силы. Он, только что перед сим являвший Вид человеческого изнеможения от труда, Являет теперь силу божества. Он сказал морю, Утихни и волнению, Перестань! И все утихло, И наступила великая тишина. Корабль скоро пристал к берегу, К тихой и безопасной пристани. Посмотрите теперь, братья, На то житейское море, Которое нас охватывает со всех сторон И представляется нашему наблюдающему взору На необозримом пространстве. Как оно все охвачено свирепою бурею, Какое жестокое кругом волнение, Сколько страшных опасностей нашему кораблю, Не только буря, но и землетрясение, Не только буря, но и тьма кругом, Не только опасности в море житейском, Но и в нас самих, И слабость, И неумение, И растерянность, И уныние, И затемнение совести. Нужно ли рисовать перед вами Эту тяжелую картину смуты И разрушения жизни? Она всем ясна, Она у всех на виду, Она истерзала сердца. Нужно ли называть и перечислять Преступления, убийства, Воровство, нападения, Нарушения всяких обязательств, Общую злобу и ненависть, Разделение членов единого царства И народа на враждующие партии, Неуважение к чужой личности, К чужому добру, К чужому честному имени? Нужно ли говорить долго о том, Что все это возбуждает страшную тревогу За будущее нашего народа? Что все мы, естественно, Заняты гнетущими вопросами? Что же нам делать? К какой силе обратиться за помощью? Какие меры принять для спасения от гибели? Где орудия и способы Для благоустроения жизни людей? Столь ныне бурной И столь замутившейся? Христианин, Помни нынешнюю евангельскую повесть. Она одна дает ответы На поставленные сейчас вопросы. Вера говорит нам, Что силы человеческие слабы, Что без силы высшей и божественной Спасение невозможно. Вера говорит нам, Что нужно плыть по морю житейскому На корабле надежном и прочном, Которому не страшны бури, Подводные камни и мели, Которые не развалятся, Не изменятся в годину испытаний. Корабль этот, Церковь Христова, Ей обещана Господом, Ее основателем, Что не только никакие земные силы, Но и силы, и врата адовые Не одолеют ее. Вера говорит нам, Что на корабле нужно иметь Надежного, кормчивого, Облеченного неземною силой. Этот кормчий, Глава церкви и начальник нашего спасения, Господь Иисус Христос. Людям века сего, Голос веры или не слышен, Или не убедителен. Знаем, что они с сомнением и насмешками Отвечают на него полным отрицанием Всякой силы за христианство. Христианство, Слышим мы от них, Своим учением о недостаточности Человеческих сил Ослабляет человечество, А по существу, Ожило свое время, Оно уже не может ответить На все современные жизненные вопросы. Оно бессильно их разрешить И удовлетворить. Но будто бы уже не может Управлять осложневшиеся, Но будто бы уже не может управлять, Оно будто бы уже не может управлять Осложнившиеся жизнью. Оно годно было для младенческого состояния общества. Христианство, Уверяют нас современные мудрецы, Должно быть теперь заменено Другою силою, Надежную и для будущего Силою разума, Развившегося в человеке настолько, Что он дает возможность Людям обойтись без высшей помощи, Провести благополучно корабль жизни По житейскому морю Без всякого страха предопасностей, Устроить рай на земле, Доставить постоянное и прочное счастье людям. Так говорят горделивые мудрецы, Поклонники разума и силы человеческой. Так говорили они всегда, И апостольское чтение нынешнего дня Ненапрасно замечает о такой мудрости, Что она есть безумие перед Богом. 1 Кориффинам 3 глава. Безумные и слепые, Они не замечают, В какое они впадают Глубокое противоречие. И прежде всего, Они предчеловеческими страстями и пороками, Которых они остановить не могут Своим прославленным разумом, И которые отравят всякую жизнь, Они безмолвны, И предболезнью и смертью, От которых они не в силах избавить человечество, И которые остаются Неопровержимыми свидетелями человеческой немощи. Но этого мало. Если силы разума доселе развивались непрерывно, Если в них вся опора и надежда Человеческой жизни и счастья, То каким же образом люди При возрастающих успехах разума Подошли к теперешнему столь печальному положению. Ведь они отходили от силы веры, Они изменяли Богу, Но не изменяли гордыни, Мнимой науке, Были верны высокому развитию Человеческого ума, Которому кланились, Как идолу, А плоды налицо, Общее падение нравов, Общее озверение, Общая преступность, Принижение жизни Человеческой доскотской И общее уныние. Нет, Не уйти человеку от Бога И отвлечения к нему, Как не уйти ему от себя самого. И не остановить человеку силы Божьи, Как не остановить течение времени Или вращение земли Хотя бы на один миг. Когда о спасителе молчали, Или говорили только Зломудрые книжники и фарисеи, Учителя народа, О нем благовествовали Прозревшие слепцы, Заговорившие глухонемые, Они прославляли имя Христово И привлекали к нему сердца. Злоба, ропот и неверие хулителей Не остановили роста христианства, Не остановят его и теперешние хулители. Чем тяжелее будет жизнь, Чем глубже и глубже Мы будем впадать в бездну несчастий, Тем ближе и глубже К нам будет подходить сознание, Что только во Христе Иисусе, Только в Его Евангелии, В Его учении, В Его Церкви Может прозреть человеческий разум К вечному и спасительному свету, Может исцелиться и облечься В силу всякая человеческая немощь, Только во Христе может властно и решительно Проглаголовать человеческая совесть. Апостол ныне на все века говорит нам, Что основание иного для жизни людей Достойно и святой, Основание иного Никто не может положить, Кроме положенного, Которое есть Иисус Христос. Только на этом основании Можно строить прочным, Всякое иное основание Легковесно, Как сено и солома, Непрочно, Как дерево, И все сгорит при испытании Огнем страданий И немощи человеческих. И когда мы горьким опытом Увидим всю слабость Своих естественных сил И станем искать союза С божеством и жизнью в Боге, Когда мы с силою веры, Как апостолы на гибнущем корабле, Возапием ко Христу, Он, Доселе оставлявший нас По нашему желанию, Нашим естественным силам Станет божественным кормчим На корабле нашей жизни Посреди ужасов, бури И смятения моря житейского. Он скажет власть на бури, Умолкни, И волнению, Перестань. Тогда наступит Наступит та тишина, При которой мы и будем Совершать спасение наше Во всяком благочестии И честности. Приди скорее, Приди к нам, День прозрения нашего духовного, День, Когда умолкнут в нас Неверие и гордость, Себелюбие и страсти, И заговорит Чистая христианская совесть. Приди скорее к нам, День нашего смирения, Когда мы Познаем Читу наших сил И возжаждем Помощи свыше. Силы не ослабеют, Нет, Они возрастут безмерно, Обновятся и укрепятся. Тогда мы построим Всю жизнь нашу Всецело По слову И руководству Христа Господа. В тот день мы ощутим В себе и вне себя Великую тишину. Пусть тогда Ревет море, Пусть грозят волны, Корабль наш прочен, А кормчий Христос Силен, И он Утишит Всякую бурю. Аминь. Книга Экклесиаст 9.12 Ибо человек Не знает Своего времени, Как рыбы Попадаются В пагубную сеть, И как птицы Запутываются В селках, Так сыны Человеческие Уловляются В бедственное Время, Когда оно Неожиданно Находит на них. Прог Михей 2.3 Посему Так Говорит Господь. Вот Я помышляю Навести На этот род Такое Бедствие, Которого Вы Не свергнете С шеи Вашей, И не будете Ходить Выпрямившись, Ибо Это Время Злое. С большим Ущербом Посылаю Хлеб Знакомым И неведомым Скитальцам Опасностей Несчесть Истерегущих Бед А кто За нас Всех Перечтешь По пальцам Нести На почту Никого Не зная Им Доверяю Книги И Кассеты К ним Наши Голоса На дисках Словно Знамя Рыбачим Словом Не прорвутся Сети Но Недруги Не делись Никуда Теряются Посылки Переводы Убыточно Конечно Не сыщешь И следа Все Разбазарят И С концами В воду Но Если Все же Трезво Присмотреться А разве Бог Не ведал Что к чему Что там Евангелие На которых Крестик И тот Кто взял В толк Разве Не возьмут И может Статься В этом Суть И соль У Бога Вымерена Каждого Дорожка Сглотнет Непразничная На перекате Голь Которую Нужда Усердно Гложет Круги Расходятся От посланных Хлебов Опережая Будущие Сроки Животворящее Растекутся В кровь Псам Устоявшимся Целительные Крохи Мне жаль Сегодняшних Касавшихся Хлебов И слышащих Что здесь Хлебопекарня Кто не принес Одной Вязанки Дров И даже Горши Не по ветру Харкал Имею веру Всем обетованиям К тому Склоняюсь Что и я Услышан Что для Моих хлебов Аукцион Настанет И Экземпляра Не обрящет Лишним От животворных Строчек Отголоски Коснуться Неба Похвалой Оживших По знакомству У ближнего Попросят Моих Хлебов На мне Их Гасли Шишки 12 апреля 2008 года Игнатий Лапкин Тихо 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 Кол highway Тихо Следуем Фирма Тихо Моих Тихо Муза Тихо Кских Тихо К Муза Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком. Тема коммунизм. Том 30. Вопрос 4037. Можно ли было как-то избежать гонений при советской власти? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Назначенное Господом Богом никто не может отменить. Но уж столько не было ошибок, сделанных церковным руководством во главе с Патриархом. Так, простите. Продолжение следует. Назначенное Господом Богом никто не может отменить. Но уж столько же было ошибок, сделанных церковным руководством во главе с Патриархом. О какой защите храмов и ценностей церковных можно было говорить, если уже все сроки долготерпения Божия окончились? Их не нужно было иметь. А если уж они были, то нужно было бы давно раздать бедным. Цитата. Январь 1918 года послужил началом ряда жестоких убийств представителей духовенства в таком же разбойничьем порядке, как и убийства митрополита Владимира. 31 марта патриарх Тихон в сослужении четырех архиереев и многочисленного духовенства служил торжественную панихиду об упокоении рабов Божиих за веру и церковь православную убиенных. Кроме митрополита Владимира поминали 14 убитых священников, цитата, и многих священного, иноческого и мирского чина, их же имена Ты, Господи, Веси. Как пишет отец Владимир Русак, цитата, «Лишь в 1923 году принят уголовный и уголовно-процессуальный кодекс. Самосуд и гулял по Советской России до середины 1919 года под штыком кого угодно». В 1919 году эти самосуды перешли в руки состоявших на месячном жаловании членов чрезвычайных комиссий, ЧКА, чрезвычайка. Введенский очень правильно определил сущность декрета о лишении церкви всяких прав. Цитата, «Декрет этот истекал из самых основных принципов Конституции РСФСР. Советское строительство полагается исключительно на свои человеческие силы. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой». Это есть торжество гуманизма в точном смысле слова. Человеческое противопоставляется Божескому. Человек не спровергает Бога. Без чинства против церкви начались ранее издания декрета об религии. Члены собора, побывав в своих епархиях на святках, уже были свидетелями начала гонения. После послания патриарха Тихона на соборе было оглашено донесение настоятеля Александра Невской Лавры, епископа Прокопия, о том, что им получено распоряжение народных комиссаров о реквизиции Лавры. Выслушивается также доклад о захвате синодальной типографии. Протоиерей П. Сербинов доложил об обысках у архиепископа Дмитрия в Симферополе, об убийствах, об осквернении церкви в архиерейском доме. Священник Владимир Востоков по поводу разных подобных сообщений заметил. В этом зале слишком много было сказано о переживаемых ужасах. Если все их перечислить и описать, то можно было бы наполнить этот огромный зал книгами. Отец Владимир Русак посвятил особую главу первого тома книге «Свидетельство обвинения» таким убийством. Приведу оттуда некоторые примеры. Уже в первые месяцы после революции в царском селе убит протоиерей Иоанн Кочуров. В Александро-Невской Лавре 19 января 1918 года Красногвардейцами убит священник Петр Скипетров. Кончина отца Петра – это одно из начальных событий, происшедших в эти дни столичной лавры. На Смоленском кладбище лежат 40 священников, закопанных живьем. В Елабурге в квартиру протоиерея Пла Дернова ворвались ночью 15 крат. Простите. В Елабурге в квартиру протоиерея Пла... В Елабуге. Простите. В Елабурге. В Елабурге. Плеск. В Елабуге в квартиру протаерея Павла Дернова ворвались ночью 15 красногвардейцев и увели трех его сыновей, а через несколько минут увели и отца. На рассвете стало известно, что юноши находятся под арестом в исполнительном комитете, а отца Павла не могли разыскать. Оказалось, что он был расстрелян на заре. Труп его хотели бросить в прорубь, но увидевшие это крестьяне не допустили этого. Родные поехали в революционный штаб хлопотать об освобождении юношей. Когда юноши узнали об убийстве отца, один из них не выдержал и назвал красногвардейцев душегубами. Этого было достаточно, чтобы всех троих вывели за город и расстреляли. Следующая глава в первом томе отца Владимира Русака называется «Аресты». Она повествует о бесчисленных нападениях на епископов и священников Русской Православной Церкви со стороны советской власти и мужестве, с которым отвечали им пастыри и паства. Шло время, а вместе с ним неудержимо росли списки жертв безбожников. На Всероссийском Соборе, естественно, начали беспокоиться о безопасности самого патриарха. Вместе с тем возникал вопрос о тех последствиях, какие могли явиться для Церкви в случае его неожиданной кончины. Явилась мысль, что на этот случай надо иметь список иерархов, которые временно могли бы заменить главу Церкви. А для этого, чтобы они не были устранены безбожниками заранее, пришли к заключению, что список этот должен быть тайным. По старому стилю 7 февраля, по-новому 25 января 1918 года, в день убийства митрополита Владимира, Собор постановил, на случай болезни, смерти и других печальных для патриарха возможностей, предложить ему избрать нескольких блюстителей патриаршего престола, которые в порядке старшинства и будут блюсти власть патриарха и преемствовать ему. До наступления времени, когда надо было бы осуществлять это определение об избрании соответствующих лиц, патриарх осведомлял только их самих, а Собору докладывал, что данное ему поручение исполнено. Для многих впоследствии удивительно было, что в числе своих преемников патриарх указал будущего митрополита Петра, который в момент избрания был только служащим Синода, не имея никакого священного сана. Но, как пишет Регельсон, именно благодаря необычной своей судьбе он оказался единственным избранником патриарха, фактически же избранником Собора по доверию к патриарху, оставленным на свободе к моменту смерти патриарха Тихона. Трудно даже предположить, как сложилась бы и без того трагическая судьба русской церкви, если бы немудрый замысел Собора и патриарха не был осуществлен в жизни. Лев Регельсон, ссылаясь на Тобольские пархиальные ведомости, подводит неполные итоги гонения на церковь в течение последних восьми месяцев 1918 года. Убита митрополитов 1, киевский Владимир, архиереев 1, священников 102, диаконов 154, монахов и монахинь 94, закрыто 94 церкви и 26 монастырей. Осквернено 14 храмов и 9 часовен, подвергнутые тюремному заключению за контрреволюционность 4 епископа, 198 священников, 8 архимандритов и 5 егуменов. Но это было только начало. 21 июля, по старому стилю 8, 1919 года, патриарх издал послание, призывая паству к терпению и отказу от каких-либо актов, мести в отношении гонителей. Одно за другим следует гонение. Сыпятся стеснительные для церкви постановления советской власти. Между тем, уже после прихода коммунистов к власти, Всероссийский собор все-таки продолжал обсуждать вопрос об отношении церкви к государству, приготовляя целый законопроект для учредительного собрания, даже после его разгона. В заседании 13 ноября 1917 года было принято принципиальное постановление. Цитата. «Принять положение, в силу которого православная церковь России должна быть в союзе с государством, но под условием своего свободного внутреннего самоприятия». Доклады и речи на соборе часто содержали много исторических данных и ценных принципиальных суждений по вопросу об отношениях церкви и государства. Наряду суждений, свидетельствующих о том, что члены собора долго не могли освоиться с фактом, что к власти пришли заклятые враги всякой религии, раздавались и речи, предупреждавшие о грядущих испытаниях. 13 ноября 1918 года В.И. Зеленцов предупреждал, Так, подожди, 17, а ты 18, что у тебя с цифрами-то делается? 17-то считает 18, но цифры не знаю. Ты что, бесы мучаешь? Простите, 13 ноября 1917 года, В.И. Зеленцов предупреждал, что государство будет жить и издавать законы, какие ему вздумается. Ведь оно же не захочет считаться с природой церкви. Мы должны ожидать целого ряда законов, которые будут вредны для церкви. Итого же 13 ноября 1917 года докладчик профессор С.Н. Булгаков настойчиво защищал проект закона о церкви и принимается статья 7. Цитата. Глава русского государства, министры исповеданий и народного просвещения и товарищи их должны быть православными. Разгон учредительного собрания и декреты Совета народных комиссаров показали всю тщетность этой большой работы для того времени. Однако, большая эрудиция и высказанные при этом глубокие суждения многих членов собора могут еще оказаться полезными в будущем. Если бы в России произошел переворот и ее возглавила бы другая власть. Но выработавшийся Всероссийским собором законопроект в 1917 году уже... Так, что не так? Но вырабатывавшийся... А я сказал выработавшийся, да? Сергей, я неоднократно просил это ся, местоимение притяжательное. Выговариваете четко. Вы первую часть слова говорите, а дальше нету. То ли вырабатывал, то ли вырабатывал ся. Мыл, мыл ся. Это же большая разница. Вырабатывавшийся... О! Все. Благодарю. Но вырабатывавшийся Всероссийским собором законопроект в 1917 году уже звучал утопией. А. А. Шишкин с полным основанием ставит вопрос. Почему же соборное большинство, зная об атеистической природе новой власти, выразило свое пожелание о союзе церкви с государством, при котором союзе государство материально поддерживает церковь, дает ей свободу действий и свободно позволяет ей идейно и нравственно воспитывать людей в духе противным устремлением этой власти? Вопрос. Конец цитаты. Шишкин правильно указывает в качестве одной из причин ожидания учредительного собрания, а с другой надежду на то, что коммунисты недолго останутся у власти. Во всяком случае, декрет об отделении церкви от государства окончательно вывел наружу неизбежный конфликт. Ни собор, ни патриарх не могли безмолвно принять полного бесправия церкви. В ряде определений собор высказал эту точку зрения. 27 января собор принимает воззвание к православному народу по поводу советских декретов. Это воззвание есть обличение врагов веры и призыв к защите святынь. Цитата. Эти святыни ваше достояние, писал собор. Ваши благочестивые предки, и вы создали и украсили храмы Божии и посвятили это имущество Богу. Священнослужители при них только духовная стража, которым эти святыни вверены на хранение. Но пришло время, когда и вы, православные, должны обратиться в неусыпных сторожей и защитников, ибо правители народные хотят отнять у православного народа это Божие достояние, даже не спрашивая вас, как вы к этому относитесь. Оберегайте же и защищайте веками созданное лучшее украшение земли русской храмы Божии. Не попустите перейти им в дерзкие и нечистые руки неверующих. Не попустите совершиться этому страшному кощунству и святотатству. Собор понимал, что фактически это был призыв к мученичеству за веру. Он писал далее. Мужайся же, Русь святая, иди на свою Голгофу. По старому стилю 15-го, по новому 28-го февраля 1918-го года за номером 65 было опубликовано постановление патриарха и священного синода с указанием, как надо поступать пастырем и мирянам для защиты церкви и ее учреждений. Даются там указания и относительно отлучения восстающих на святую церковь и захватывающих церковное достояние. Не признавая юридической силы за декретами об отобрании церковного имущества, собор 20-го апреля принял положение о православном приходе. Приходской устав, которая как бы игнорируя советские декреты признает приход собственником и распорядителем приходского имущества. За два дня до этого собор издал определение с подобным указанием ряда мероприятий, вызываемых гонением на православную церковь. Это определение свидетельствует о том, что уже стали появляться слабые духом. Оно говорит о... Подробным рэп пропустил букву. Это тоже разница. Продолжение следует... Простите. За два дня до этого собор издал определение с подробным указанием ряда мероприятий, вызываемых гонением на православную церковь. Это определение свидетельствует о том, что уже стали появляться слабые духом. Оно говорит о некоторых епископах, клириках, монашествующих и мирянах, не покоряющихся и противящихся церковной власти и обращающихся в делах церковных к враждебному церкви гражданскому начальству и навлекающих через то на церковь ее служителей, ее чад и достояния многообразные беды. Конец цитаты. столь смело выступая против врагов веры. Собор, однако, пробовал и договориться с ними о некотором цитата «модус вивенди» по старому стилю 25-го, по-новому 28-го марта господи, господи, помилуй, что за напасть-то сегодня? м Простите, по старому стилю 15-го, по-новому 28-го марта Всероссийский собор выслушал доклад комиссии, которая была направлена к Ленину для переговоров с народными комиссарами. Ленина ей видеть не удалось. Приняли делегацию комиссар по страховому делу Елизаров, представитель комиссариата юстиции Гурский и управляющий делами народных комиссаров Бонч Бруевич. Комиссию собора возглавил А. Д. Самарин. Кроме него в ней было еще шесть человек, в том числе присяжный поверенный Н. Д. Кузнецов и два крестьянина – Иудин и Мальгин. Самарин начал заявление, что комиссия пришла, чтобы от имени православного русского народа сказать комиссарам слово правды о их распоряжениях. Он закончил словами. И если для вас безразлична судьба православной церкви, которая участвовала в самом строении государства и целые века составляла для него основу религиозной и нравственной жизни, то да будет ведомо вам, что религиозное успокоение ста миллионов православного русского населения, без сомнения, необходимое и для государственного блага, может быть достигнуто не иначе, как отмены всех распоряжений, посягающих на жизнь и свободу церкви. Конец цитаты. Конец цитаты. Комиссары говорили с соборной делегацией в необычной для коммунистов мягкой форме. Кузнецов докладывал собору, что разговор с представителями народных комиссаров на него произвел лучшее впечатление, чем разговор с Керенским в октябре 1917 года. Елизаров откровенно заметил, что при составлении декрета не был выслушан голос церкви и действительно в декрете есть неясности и ошибки, требующие разъяснения и исправления. Кузнецов отмечал, что, цитата, представители народных комиссаров приветствовали первую встречу с делегацией собора. Они выразили надежду, что путем сношений может быть выяснено много недоразумений и исправлены ошибки, от которых совет народных комиссаров не считает себя застрахованным. Для таких сношений, конечно, должна быть найдена почва и таковую народные комиссары, цитата, усматривают в принципах отделения церкви от государства и свободы совести, от которых они уже не могут отступить. Кузнецов, который, как говорил мне митрополит Анастасий, позднее был инициатором попыток найти недостойный компромисс с советской властью. В заключении своего доклада свидетельствовал, что народные комиссары, цитата, по-видимому, готовы идти навстречу разрешению разных недоразумений и исправлению ошибок, связанных с изданием декрета и даже разъяснить декрет, как они выражаются. Конец цитаты. Комиссары были вежливы, они не проявляли аррогантности столь обычной большевикам, они уделили делегации много времени. По словам Малыгина, делегация засиделась до двух часов ночи. Однако они не сделали никаких уступок, кроме согласия разговаривать. Собор уполномочил соборный совет выработать дальнейшие мероприятия, но никаких реальных последствий от этой встречи не было. Борьба продолжалась. Церковь действовала через новую организацию приходов и их объединения. Устраивались крестные ходы. Но одновременно и наступления на церковь стали делаться более планомерными и энергичными по мере роста и укрепления нового правительственного аппарата. Важным новым моментом явилось издание 24 августа 1918 года Народным комиссариатом юстиции инструкции о порядке проведения в жизнь отделения церкви от государства и школы от церкви. Как пишет Шишкин, этим был положен конец правотворчеству местных государственных органов в решении имя вопроса в отношении церкви. Отныне началось планомерное по единой системе осуществление декрета СНК от 23 января. Для проведения декрета в жизнь были созданы специальные органы. При комиссариате юстиции был создан 8 отдел. Отдел по проведению декрета об отделении церкви от государства. Несмотря на разработанную инструкцию и конкретный план, принятый комиссариатом юстиции, осуществление ее задержалось на целый год. Отчасти это объясняется гражданской войной, а отчасти неподготовленностью государственного аппарата. Эта задержка помогла успеху борьбы против церкви, до некоторой степени усыпляя активность верующих. Однако в этом приходе было много жестоких нападений. Не приходе, а периоде. Сейчас напишу. Простите. Однако в этом периоде было много жестоких нападений на архипастыри, священников, церкви и монастыри. Много таких случаев проявления героизма и мученических смертей собрана в труде Валентинова «Черная книга». В мягкой форме Шишкин признает жестокости начавшегося преследования, стараясь найти им какое-то оправдание. «Давая объективную оценку церковному движению, сопровождавшемуся кровавыми эксцессами, пишет он, нельзя не сказать о том, что в известной степени размах и острота этого движения в некоторых городах зависела от местных органов власти». Некоторые савдепы не вполне продуманно и последовательно реализовали декрет на местах. Нередко проявляли ненужную торопливость и решительность. Более того, они применяли иногда и излишние репрессии по отношению к священнослужителям. «Работники местных органов власти, члены комиссии по учету церковного имущества и красноармейцы охраны иногда проявляли грубость по отношению к церковнослужителям и верующим, нередко оскорбляя их религиозные чувства». Веденский, возлагая, как и Шишкин, ответственность за это не столько на коммунистические органы власти, «Сколько на патриарха и сенот пишет, что призыв их защищать церковь имел последствиям, согласно статистическим данным, 414 кровавых столкновений с советской властью». «Вот ты считаешь, Сергей, 1000, по самому слову 1000 это выбросил, я не могу понять. Ты цифры совсем не знаешь. Хорошенький такой кожа, да беленький такой. Отдыхает он у меня, хорошо. Все на сегодня. С Богом! Никого не осталось. С Богом! С Богом! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...